Здравствуйте, друзья! С вами я, Виталий. И сегодня, буквально, с вашего позволения, я 5 копеек своих вставлю в тему «Как изменить свою реальность». Такая тема, немножко философская, вы скажете. Она актуальна на сегодняшний день, об этом много говорят, так как она имеет такое практическое применение. Итак, не буду околоходить, буквально, свою тему я чуть-чуть вам расскажу, если вам это интересно. Смотрите, у нас существует, называем так, реальный мир. Наша реальность, мы называем, да? И действительный мир. Ну, и какой-то там мир, мистика какая-то, мистика, иллюзия, скажем так, да, существует. И когда мы говорим, как изменить свою реальность, так вот нашу реальность, вот здесь наша реальность находится. В нашем, то, что соприкосляется со мной лично, да? Реальность. А где здесь действительный мир находится? Действительный мир находится, ну, скажем, я еду на автомобиле, да, и вижу, что происходит действие какое-то, ДТП, да? Так вот это то, на что я не могу повлиять, что не касается лично меня, это действительный мир, который я могу как-то, он существует помимо меня, да? Действительный мир, да, действительно мир действий, каких-то происходящих новостей, там, всяких там драм, мелодрам и так далее. Ну, что мы это наблюдаем в окружающем нас мире, да? Когда мы к этому миру подключаемся к каким-то образом, да? Ну, и действий. Действия. Итак, мир нас интересует больше вот этот, да? Реальный мир, о котором мы говорим, как нам его изменить? Тут алгоритм очень простой, поэтому я иногда скажу алгоритм сам. И как начать, скажем так, менять свою реальность, да? Кто-то скажет, это невозможно, да, поменять свою реальность. На самом деле очень трудно. Итак, наша реальность, это совокупность нашего восприятия. То есть наша реальность, это совокупность нашего восприятия. Это вот сюда напишем. Восприятие. Восприятие у нас, как видите, сразу попадает и в сферу действительного мира, действительности окружающей, и в нашу реальность. То есть на наше восприятие влияет отсюда оказывается влияние, и отсюда оказывается влияние. Таким образом, наше восприятие не совсем такое субъективное, мы не влияем на него на 100%, на него влияют какие-то действия в окружающем мире, влияют на наше восприятие. То есть фактор восприятия. И когда мы понимаем, что наш реальный мир, наша реальность на 100% это совокупность нашего восприятия, таким образом, мы приходим к такому простому выводу о том, что наше восприятие это, опять же, 5 органов чувств наших, да? То есть написано просто цифру 5, да? 5. И, ну как, сюда наше восприятие собирается, да? Ну, чувства напишем, да? Понятно, да? То есть 5 органов чувств, которые воспринимают окружающую реальность, которая касается непосредственно меня, да? Мой внутренний мир, мое внутреннее состояние. То же самое все это я ощущаю в ощущениях, там не дано, да? В каких-то состояниях и так далее. И на этом песенка наша как бы спета уже, да, практически. Потому что на 5 этих чувств нам очень сложно оказать какое-то непосредственно такое субъективное влияние. Как только мы говорим о чувствах, то мы приходим к такому сложному и такому взаимосвязанному вопросу, касаемо, ну там, как его нарисовать, нашего мозга. То есть все 5 этих органов чувств, это сложная нервная деятельность, там, различные системы. Итак, 5 наших органов чувств имеют такую... Вот, они собирают, в совокупность собирают. То есть отсюда собирается, отсюда собирается какое-то восприятие, которое, получается, как бы зависит от этих органов чувств, скажем мы, да? И в то же время мы получаем эту всю информацию, собирательную, в наш мозг. Все. До мозга мы там ничего не можем вообще добраться, практически. Никак субъективно на него повлиять непосредственно в настоящем моменте. Мы не можем. Это факт. То есть все эти исследования, все эти МРТ, компьютерная томография мозга и так далее, показывают, что это очень сложно таким образом поменять свою реальность, поменять свою реальность, поменять свое восприятие. И здесь такое слово, которое мы очень любим, любим в последнее время, оно часто используется, так как современная экономика, современная цивилизация вступает в такой этап, такой из потребительства какого-то, переходит в этап впечатлений. То есть вот это все... впечатление. То есть и действительный мир, и реальный мир, и такой мистический какой-то мир, там, и мир иллюзий, фантазий, все создает какое-то впечатление нам, дает нам. И эти впечатления оказывают непосредственно влияние, помимо нашего субъективного состояния, влияет на наш мозг. Сюда впечатление собирается в мозге. А мозг у нас такой интересный орган, такой интересный механизм, который достаточно независим от нас, да, потому что он, он как бы говорит, черт его знает, что этот человек будет там, куда его понесет лучше, я как-то сам буду что-то принимать, какие-то решения там, да. И мозг делится у нас на две части, образно говоря. И об этом все говорят. О том, что в мозг у нас имеется сознание, сознательная деятельность, мы находимся в сознании, и так далее. И имеется подсознание. Ну, можно так сказать, подсознание и сознание. Ну, сознание там неокортекс, там, и так далее, которое образуется. И сейчас два слова буквально... Извиняюсь. Два слова буквально. То есть наша с вами такая задача, как оказать влияние на нашу реальность, на наше восприятие, и это восприятие поставить в углу угла, это восприятие впечатления. Потому что впечатление оказывает непосредственное влияние на мозг. Нашему мозгу остается что делать? А интуитивно помочь вам, или мне, да, помочь, изменить свою реальность. То есть как бы сформировать другое восприятие, чтобы восприятие было такое, как бы, более полное, более стопроцентное восприятие. Чтобы все впечатления проходили через нас в субъективное сознание. Все впечатления, да? Мы же не хотим, не хотим, все впечатления, чтобы нам попадали, да? Есть позитивные впечатления, да? И негативные, мы об этом многое все говорят, да? Есть там то, что нас испугает, нас пугает негатив какой, да? Или наоборот, позитив нам дает заряд энергии, да? Мы стремимся к позитиву. Здесь стремимся к позитиву, и как бы хотим отфильтровать негатив или изменить свое восприятие, мы это называем, да? То есть наше восприятие должно быть позитивное. Каким образом это сделать? Чтобы изменить свою реальность, нам надо изменить восприятие на позитивное. Чтобы впечатления у нас были все позитивные, плюсом давались. То есть чтобы здесь создавался определенный такой капитал, капитал, энергетический потенциал такой был, да? Сейчас покажу вам этот вопрос, в чем здесь суть. Суть в чем? В том, что мозг, благодаря тому, что мы вот здесь очень такую деятельность ведем, нестабильную такую, не системную, да? И много негатива мы превращаем впечатление в негатив, трансформируем негатив. И эти впечатления не доходят до нас, до сознательного состояния. Соответственно, наша реальность такая однобокая, серая, там, не цветная, там, какая-то на другого состояния, она какого-то определяется нашим личным отношением, каким-то каким-то впечатлением. А когда эти впечатления попадают в мозг напрямую, то есть органы чувств все впечатления собирают. Помимо нас они все впечатления собирают, мы их видим, мы их слышим, но мы их не осознаем, они, тем не менее, проходят сквозь наши органы чувств и попадают в наш мозг. То есть 80% этого дела попадает сюда. Это там наш эмоциональный мозг, он называет, там всякое разное, там, гипоталамус, гипотам, там, мозжечок, там, там все, куча всяких там мозги, мозги этих частей, которых там разделили, да? Которые отвечают за разные теменная, там, височная область, отвечают за пространственное мышление, там, восприятие, и так далее, и так далее, и так далее, там, зрительная кара, там, слуховая, слуховая часть, и так далее. То есть много здесь всего, и это все впечатление попадает сюда. Оно попадает, но мы это здесь, он не слышим всего, это впечатление. И здесь мир как бы образуется такой более, более реальный. То есть вот этот реальный мир образуется здесь, который мы хотим изменить, да? Мы же хотим увидеть другой мир, другие впечатления, впечатления получить, другие впечатления, другие эмоции, другие состояния, другое качество жизни и так далее. А мы не видим его, потому что мы не все впечатления сюда запускаем, то есть мы их отсеиваем, мы даем оценку негативную, позитивную, мы имеем какую-то свою самооценку, которая не соответствуется, не соотносится, не коллирируется с разными. А вот здесь, смотри теперь, сюда мы пришли с 20%, даже оптимистично, 20%, что мы сюда пропускаем впечатлений, которые соответствуют нашим ожиданиям, нашим надеждам, нашей вере, нашим убеждениям, нашим ценностям и так далее. Наши какие-то ситуации, к которой мы попали, какая-то ситуация попала, и мы в ней оказались, мы сказали, да, нормальные, эти впечатления позитивные, мы их принимаем, негативные мы отсеиваем, мы говорим впечатления. А мозг все впечатления принимает, потому что здесь, для чего ему нужны все впечатления, весь сбор всей информации, эмоциональной в первую очередь, для того, чтобы принять решение. То есть решение принято здесь. Решение. Вот здесь решение принимается. Соответственно, здесь вы никаких решений не принимаете. Вы можете только рассуждать, размышлять о чем-то, о какой-то ситуации, о какой-то проблеме размышляете и так далее. То есть вы пытаетесь найти решение. Какой-то проблемой ситуации, да. А решение находится здесь. Вы его не видите. Почему вы не видите? Потому что у вас не согласуются эти два восприятия. То есть реальность не формируется стопроцентная. То есть у вас реальность двадцатипроцентная. Отсюда информация не может попасть к вам. Ваш исполнительный орган, ваше сознание и ваш ум, исполнительный орган, ум, он не принимает эту информацию, просто потому что она не состыкуется. Тут мир, там, прекрасный, красивый, реальный мир, который воспринимается мозгом. А здесь некоторая такая, вот эта, какая-то матрица там, да, находится, которую вы сами создали в обществе, живя, как-то развиваясь там. Какая-то матрица. Эта матрица фильтрует определенное восприятие. И вы видите картину мира какой-то, ну, скажем, серого цвета, да. А здесь мир такой многоцветный, радужный, да. Соответственно, как вы эти две картины мира соединить? Никак не соедините. Поэтому решение находится здесь. И вы пытаетесь его найти решение. И найти решение, используя органы чувств, которые у вас как бы заблокированы восприятием, да. Решение находится в вашем мозге. Всегда. Оно всегда находится в мозге. Решение. Нигде-то на стороне. Нигде-то у дяди, у тети там. Нигде-то в книжке написано, да. Везде решение здесь всегда находится. И здесь находится мотивация. Всегда. Внутри вас находится. Ни на картинках, ни в книжках, ни в выступлениях, ни в лекциях. Нигде. Всегда находится все здесь. Вам на сюда попасть. И тогда ваша реальность изменится. И моя тоже, кстати говоря. Потому что мне тоже сложно попасть сюда, доступ получить. Для этого мы занимаемся такими вопросами, какими мы называем саморазвитие и личностный рост. Вот для этого мы делаем. Понятно? Для этого. И что мы для этого делаем? У нас имеется два процесса. Два процесса имеется. Процесс. Первый у нас какой? Процесс. Первый процесс у нас обучение. Обучение, да. Обучение. И второй процесс. Про этот процесс все говорят. Безусловно, говорят, приспевающие люди постоянно учатся. Они там записывают блокнотики, идеи новые. Там что-то учатся, учатся. Постоянно лекции поступают. Какие-то семинары участвуют. Не знаю. В конференциях, масштабные мероприятия. Или какие-то частные. Или закрытые мероприятия. Везде участвуют. И все они пытаются там. Ну, я не знаю. Я не знаю. Второй процесс. Второй процесс. Воспитание. Все. Вы смотрите мой инстаграм. Там у меня картинки какие-то там. Вы лайкаете там. На них не лайкаете. Вы думаете, что это картинки какие-то мотивационные, как называют их. Нет. Это не мотивационные картинки. Эти картинки имеют отношение к этим двум процессам. Процессу обучения и процессу воспитания. Понятно? То есть вот эти картинки, которые вы видите у меня в инстаграме, это не мотивационные картинки. Они создают вам процесс обучения, процесс воспитания, самовоспитания, самообучения. И затем у вас получается внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация. Вот здесь будет мотивация. Не от картинок вы мотивируетесь. Вы мотивируетесь от внутреннего процесса, от внутреннего саморазвития. Поэтому, друзья, спасибо вам за внимание. С вами был я, Виталий. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте мои картинки с надписями. Я буду вам что-то отвечать в тему, не в тему, попад, не в пад. Но, тем не менее, спасибо вам за внимание. Всем вам отличное настроение. Пока-пока.